Так, будешь проводить собрание? Нет, я не готов. Не готов. Ну ладно. Покажите дальше. Так, следующее. Собрание будешь проводить? Нет. А что? Не могу. Не можешь. Давай дальше. Ну это, ну-ка, не мой. Ладно уже. Садись, Олег. Подальше забивайте полностью. Татьяна, займи, чтобы все туда прошли. Подальше пробивайте. Нет, это не мой дом. Здесь несколько, я не знаю. Собрание будешь проводить? Нет. А что? Я какой? Водитель собрания. Я водитель автомобиля. Так. Собрание будешь проводить? Нет. Ну что? Мы не готовы, а зачем это? Ну, берегу топору. Собрание будешь проводить? Нет. А что? Просто слово... Вам слово предоставить потом. Собрание будешь проводить? Собрание будешь проводить? Буду. Водит два. Станаюсь рядом. Сейчас я на льду. Сколько? Ты тоже будешь? Давай ты будешь старше. Я слово предоставлю. Потому что ты сегодня пробовать читал. Давай ты будешь разговаривать. А что у нас батюшка есть? Пусть батюшка начинает. Ну конечно. Начинаем. Все? Начнем, а когда подойдет? Ждать его внизу. Ну что это? Пусть батюшка. Вернемся? Пусть батюшка. Пусть батюшка. А вот этот удар не означает. Байк. Станете. Царю небесный, утешителю души истины, И живи везде сын, и вся исполняй сокровище благих, И жизни подателю прийти все листья вны, И очистены от всяких скверных, И спаси блажей души наши. Отец наш небесный, мы просим благословения Твое на это собрание, Наполни сердце нашей благодарностью, как дивно хранил нас в прошедшие дни. Мысли наши возведи к горнему, научи нас избирать лучшее. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну вот, еще воскресенье у нас подошло, я в интернеты не захожу, Поэтому про интернет расскажет Игнат Тихонович. Я хотел о собрании сказать. Вот эти наши собрания, которые проходят после богослужения, Будем так говорить, по большому счету, если брать Слово Божие, То там только одни собрания-то и были у евреев. Богослужение-то у них какое было? Принес ты жертву? И аминь. Помолились, сколько можно было. Встали там в скинье собрания, причем мужчины одни. А женщины, они там за пределами сидели, Или там они, ну, ждали, в общем, своих суженных, Чтобы они им рассказали, что там было-то. Непонятно же, вдруг какие-то чудеса были. Помните, как с Захарей случилось? Чудо же! Он вышел, все интересно, спрашивают, а чудо-то такое интересное у Господа. Чудеса такие, что раз я не мой, и тоже это чудо. Если мы посмотрим на все это, То, конечно, им там было намного интереснее, чем нам сейчас. Поэтому нами разбавляют собрания интернетами, Да всякими фашистами на дисках, летающих там в Антарктидах. Но это не главное, братья. А главное, что мы тут все вместе собираемся. Все-таки. И если у кого есть слово, ну, такое весомое, истинное, животворящее. Вот к батюшке, кстати, обратитесь. Батюшка пришел. Батюшка пришел. Как раз вы подошли под слово. Вовремя, да? У меня точно. Я уже думаю, чем продолжить? Я, видать, родился вовремя, вырос вовремя, сюда вовремя пришел. Аллилуйя. Так, следующее, через воскресенье, это будет 10-го для февраля. Значит, 9-го в субботу и 10-го, значит, здесь будет. Вот. Ко мне какие есть вопросы? 9-го февраля, значит, суббота будет, 10-го. А что, потеряевки, а люди, ну, что, все живы у нас, живы телом все. Вот. Ну, так все. А духом? Ну, что, о каждому духу, духом рассказать. Живые есть? За кого вы молитесь? Может, Господь нам нужна? Брат здесь сидит. Всегда за всех молитесь, кто есть. Вы знаете, о ком молиться. И это, но молитва тогда действенно, когда сам, тот, за кого он желает. А если сам говорит, я не желаю, чтобы вы молились обо мне, то я в силу молитвы даже я как-то, ну, не верю. Чтобы сам человек, когда явно отвергает, я не желаю этого, чтобы вы молились обо мне. И молитва, то есть, считай, храмовая молитва, это ничто, если, а я вот, Богу можно помолиться хоть где. Я, значит, и много не надо Богу, одно слово скажи, и Бог услышит тебя. То я думаю, что если за такого человека молиться, то она молитва не будет иметь силы. Может быть, чудо какое-то Господь еще являет, может быть, а так нет. Вы знаете, о ком молились, все время говорили, поэтому, вот. Ну, а так, что еще сказать? Остальное все, жизнь идет, помаленьку идет своим чередом. Вопрос можно задать? Задай. Ну, это вот, мы молимся о митрополите нашем, что Илларионе, что он болящий. Не скажете хоть несколько слов-то? Не знаю, как он, насколько болящий, он всегда был, сколько я знаю, он всегда был болящий. А, ну, ясно. Он всегда болящий. У него там ноги сильно болят, у него ноги, ему делали уже несколько операций, там у него суставы заменены, видать. Эти искусственные, поэтому он болящий постоянно, ну, духом он бодрый, я так скажу. Общение близкое я уже продолжительное время не имел такое. Последняя от него была весточка, это было пасхальное его приветствие нам было в этом прошедшем году, в 12-м. После этого больше не было никаких вестей. Вот, я отправил, протоколы собрания наших годовых отправил. Ему в Синод туда с небольшой приписочкой слово отправил. Значит, может быть, если дойдет, то будет какой-то ответ. Мне сказали, что 2-го февраля будто бы в Москве будет Архиерейский собор собираться. 2-го февраля. Я об этом не слыхал, не знаю, но узнал я сейчас, что раз Архиерейский собор, то на Архиерейский собор должны большинство быть и зарубежных епископов. Если кто-то не болящий, нет каких-то обстоятельств, то обязательно они на Архиерейском соборе будут. Возможно, что, может быть, и после этого какие-то вести и будут к нам. Мне так неофициально говорили, что будто бы оттуда хотели направить к нам какого-то делегата, чтобы именно он здесь на месте как-то разобрался в этой сложившейся ситуации. Но насколько это правдоподобно, я утверждать не могу, потому что лично я от кого-то не слышал. Это так уже что-то где-то услышали через интернет там где-то. Но возможно, что если Владыка получил наше письмо с протоколами собраний, где я сообщил ему, что мы остаемся также еще под его омофором пока. Вот. Местный епископ нас пока не приемлет. Поэтому какой-то ответ должен быть. Будем надеяться на это. Обязательно не может быть. Вот и все. Так, удовлетворен ответом? Я. Так я вообще здоровый спрашивал, Дмитрий Павлович. А так еще даже приятно. Все. Напомню, 3 февраля, это будет воскресенье, в этом году выпадает, вы будете, значит, здесь молиться, помолитесь мне. Исполняется ровно 34 года, как я был в этот день рукоположен священнослужителем. В священнике 34 года. Это было 79 год, 3 февраля в 5 часов утра. Было рукоположение у меня в домовой церкви владыки архиепископа Максима. На рукоположении только был протеередин, протодиакон и несколько там монахинь молилась. Его домовая церковь, она, вся церковь, как у меня алтарь здесь, примерно так у него вся церковь такая была. Маленький престольчик там такой, вот престол был у него там маленький. То есть рукополагал он у меня, так скажем, в тайне было это рукоположение. Уже потом перед уполномочием было поставлено, как совершившийся факт, что у меня вот священник появился и что-то делать надо. Но потом было тогда, что только чтобы где-то в деревне, чтобы в городе ни в коем случае не давать служить. Ну и так и было. По деревням по небольшим, по городкам небольшим было. Ну а потом уже девать это некуда, узаконили, как бы, скажем. Тогда уже регистрацию выдали. Потому что в то время было так, что если архиерей направляет на приход священнослужителя, а если он не имеет разрешения от уполномочия, областные уполномочия, это был человек, скажем, от Совета Министров, поставленный в каждой области, в каждом городе, уже от области был поставленный, который держал под контролем каждый приход религиозной какой-то общины. Обязательно. Как правило, областные уполномоченные были бывшие сотрудники КГБ. Вот в Тюмени был генерал-майор КГБ в отставке, Михаил Иванович Третьяков. В Тюмени был Еременко, Алексей Иванович, такие вот старые. Вот, поэтому они очень... Если архиерей, я говорю, направлял на приход, а если уполномоченный не давал разрешения, то есть регистрация, регистрация это справка, такая выписывается справка, в которой говорится, что такой-то гражданин, и он направляется туда-то. И подпись его, и гербовая печать. Только тогда это действительно. А если этой справки нет, то архиерея ничего. Он хотя направил, а священник власти не имеет там служить, и его просто не допустят служить. Поэтому за эту регистрацию, бывало, что продавали, говорят, и детей, и душу свою. Только чтобы получить эту матушку регистрацию. Отменена она была только, наверное, где-то, ну, уже в 90-х годах, здесь, когда стала, у нас как демократия называемая, там это власть смела, только тогда. Вот, у меня сохранилось где-то еще. Вот, и тогда можно было только на дому, если причащать. Я на дому должен причащать был. Поехать в город Сургут из Тобольска. Был в Тобольске настоятельным. Вот. Пришло письмо оттуда, что тяжело болящая женщина, и просит ее поисповедать и причастить. Вот. Я попросил благословения у епископа, и епископ говорит, обратись к Михаилу Ивановичу. Без Михаила Ивановича не выезжай. А я обратился к Михаилу Ивановичу. Михаил Иванович сказал, подождите, я пришлю. Значит, он, видать, разведал. Потом через неделю я в Тобольске получаю в горы с полком, и мне справка. У меня сохранилась она, справка такая, священнослужителю такого-то, значит, собора, Покровского собора города Тобольска, разрешается поехать в город Сургут, совершить церковную там требу на тяжело больным человеком. Да. С этой справкой я, значит, уже когда поехал, это где-то часов 12-14 ехать от Тобольска на поезде до Сургута. Тогда в Тобольск был самый последний крайний приход на север. Дальше Тобольска не было. Там ни одного прихода дальше Тобольска не было. Это сейчас там Нижневартов, там Сургут, там Мегионы, Новый Уренго, везде там соборы такие по настраду. Тогда не было ничего. Приехавши туда, я обязательно должен был зайти первым делом в горы с полком, отметиться. Это строго было, обязательно зайдешь и отметишься. Только тогда уже я должен был идти к болящей на дом прощищали. Вот такая была тогда свобода. Структура чего-то была. Да. Ну вот так вот, значит, 3 февраля 34 года. Поэтому прошу вас, помолитесь, чтобы Господь, если угодно, еще волей его дал еще послужить в церкви, вот с вами побыть еще. Кажется, было недавно, а время идет быстро. Прошло уже 34 года. Так, еще какие вопросы ко мне есть? Календари я много не заказывал, я заказал 50 всего календарей. Дело в том, что мы заранее, я не делал заказ, думал, что не нужно, но стали выпросить. Я попросил, они говорят, а мы напечатали сколько, только для себя, говорит, совсем мало. Поэтому им пришлось второй раз, как бы, ну, они сделали 50 календарей, 10 я оставил в Потеряевке, но там останется еще несколько штук, я привезу тогда. Вот, и видать, они торопились, или что-то найдете, там такое, что два листа, они перепутали страницы, поставили их раньше. Надо было их позже, они там раньше поставили. Листы все, просто они перепутали, два листа перепутаны, поставлены. Вот, пока нет, все разобрали вчера. Еще что? Все? Продолжайте дальше собрание того, что есть, раз больше нет ничего. Вот, батюшка рассказал. Продолжим. Сегодня говорили, сегодня говорили вот и в проповеди, и Евангелие говорит нам, и Слово, и апостольские послания говорят о правде Божией. Ну вот хорошо, это блаженный Августин, Августин, да, это был, Игорь, да? Блаженный Августин сказал о правде, что наша душа должна жаждать этой правды. Ну и в заповеди блаженства говорят, жаждущей правды насытиться. И вот, чтобы эта правда восторжествовала в наших сердцах до конца, вот эти вот у нас с вами-то собрания происходят. Почему? Объясняю, кто не знает. Потому что у нас богослужение проходит на церковно-славянском языке. И канон, который читают вечерние, они каноны, там пренебесная у них смысл, но мы его не понимаем, потому что он недоступен практически. Слова такие, что не перевести невозможно. Поэтому здесь нам, братья, и в проповеди немного, святитель Златоуст, и там еще какие-то святые, и просто хорошие проповедники, они нам это как бы объясняют. Тем более, что следующее, это первый пункт. Второй пункт, что многие из нас не читают Слово Божие, как прочитали его когда-то, и больше не читают. Ну так, спросить сейчас кого, кто читает толкование на Евангелие сейчас, Блаженного Фефилакта? Сколько человек? Ну я даже не надо руки поднимать, я знаю, что вы поднимете. Честно. Ну то есть получается, вы поняли, да? На 10 человек один не будет читать. А если спросить, когда вы читали Ветхий Завет, и знаете ли толкование? У меня мама сейчас приехала, читаем псалмом, псалтырь. Я там кое-что объясняю, она заинтересовалась и спрашивает меня, а на псалмы есть вот такое вот, как мы с тобой толкование читаем на Евангелие? Я говорю, есть? Златоуст? Первый раз такое спросила. А я сам думаю, так, представляю, мама открывает Златоуста и читает толкование. Пятый том. Да, пятый том. Толкование на псалтырь читает. А я и хотел сказать, потом думаю, ладно, пускай сама просчет. Это было недавно, позавчера. Поэтому я думаю, что я и покажу. А там толкование на псалтырь. Это идет перечисление всей Библии. И в Златоустом. Толкование на псалтырь. И остановка главная. На Иисусе Христе, как Он пришел в этот мир. И на всех пророчествах. Вы там другого-то ничего не найдете. Как Игнат Тихонович рассказывал, когда толкование на откровение, ему хотелось узнать. Оно для него было как бы запечатано, потому что я не видел никогда. Он там взял Андрея, это не Акиса, и у вас там было на каком-то, на церковном славянском. На церковном славянском взял словарь, начал изучать язык, я так понимаю, не только один словарь. И в конечном итоге перевел. А когда, говорит, перевел, прочел. А что там такого-то? Ничего нету. Библия. Библия. Но она Библия, вы понимаете? Она живая книга. И она не просто как-то прочитали, как бестселлеры, которые можно вот так томами читать и выбрасывать. А она постоянно двигается. Она постоянно меняется в вашей жизни. И она ложится через разум на сердце. И она оказывает живое действие на вас. Причем благотворное. Если вы там были в печали, в скорби, она так подействует на вас, что у вас радость возникнет. А если наоборот сильно радуетесь, веселитесь, она вам немножко скорби поддаст. Чуть-чуть. И только надо ее читать. А когда вы прекращаете читать, и я продолжаю, это второе. То есть не читайте Слово Божие. Вот я читаю проповедь, к примеру. Это те мысли, которые рождаются в беседе с братьями. И вообще, когда умозаключение, нескольких, допустим, недель. Читаю проповедь. Пестун читаю. А церковь, церковь, это наш пестун. Читаю пестун, пестун. Смотрю на реакцию. Думаю. А кто знает из вас, что такое слово пестун? Мне звонили, я знал. Пестун. Что такое пестовать? Лелеять, воспитывать. Лелеять, воспитывать. Нежить. Это раньше назывались дядьки. Есть няньки, а это дядьки. Пестуны они называются. То есть, когда вы это слышите, такое слово, его надо было перевести как-то. Но его дядька бы перевести, дядька или кум хотя бы. Может быть, понятнее для нас. Потому что слово пестун старое и так далее. А второе, это значение тоже есть у пестуна. Это значение, и он добавляет еще пестунчик, того, кого пестует. Богатый русский язык. Вы понимаете? Слово пестун, два значения совершенно противоположные. Один слово воспитатель, тот, который. А второе слово, тот, которого воспитывают, тот же самый пестун. Еще называют пестун, это медвежонок маленький, его пестует. То есть, теперь вы понимаете, даже русский язык и уже нам становится преградой для того, чтобы до конца познать всю любовь, которую нам дарит Господь Иисус Христос. И разными словами, разными, из разных уст, и со страниц пытается Господь до нас донести. И где? На богослужении, скажете вы. Ничего подобного. Вот на занятиях, на таких, и поэтому, братья, прискорбно было видеть, да, как у нас на день нашего 22-летия общины, больше половины просто взяли, встали и ушли. Это, я бы, это вы понял, если бы вы сидели в каком-то кинотеатре, или когда мы пришли к пляшущим с Библией, посидели, встали и ушли, там понятно. Но здесь слова не просто здравого смысла, божественные слова. И рассказывают люди, нам хорошо знакомы, Игнать Тихоновича все уважают. И как раз на его словах начали все уходить толпой. Могли бы дослушать, это уже не уважение было. Чего, потом слюнями обливаемся. Отчего там слюнями-то было обливаться? Во-первых, не отчего. Если кто оставался в конце, ничего такого не было особого, чтобы прям облиться слюнями. И во-вторых, мы же христиане уже нацать лет, каждый, нацать лет, не даже не пять, не шесть, но есть те, которые не так много, ладно, им простительно еще, пять лет допустим, простим. А остальные-то тут все за десять лет, и что, не привыкли посидеть немножко без еды, что ли, постимся вроде что-то, на меня не смотрим. Что-то такое, я не понимаю. А вот это, знаете, это лукавство. А ведь народ Божий, кто читал Слово Божие, воспитывался на собраниях на этих. Они стояли, говорят, ветер там, ну, снег не будем говорить, я бы хотел сказать снег, но не было там в Израиле снега. Ветер, холод, говорят, был, какой там холод, я уж не знаю там, но пускай поймем, когда ветер-то дует холодно. И они стоят и слушают. И там попался такой чтец Ниемия, который читал закон Божий и еще и растолковывал. Вот им было радостно. Им написано, весь народ внимал, внимательно, весь народ. Это значит, и братья, и сестры стояли. И вот тут единение всех и совершалось, я так предполагаю. Там не написано этого, но я так предполагаю. Потому что все друг друга видят. Вот они и сестры с нами, как говорится. Вот я и дети мои. Ну, и тут же и жена где-то там недалеко. Раз про детей-то сказал. Что ж, жены нету. И жена тут, то есть, и сестры здесь. А богослужение все отдельно, каждый в своих мыслях. И единой молитвой к Богу мы идем. А здесь мы как малые дети, как пестуны. Вот эти пестунчики. Вот около слов Христовых. И эти слова, они оказывают, ну, слова божественные, из священного Писания. И не очень многим людям дано донести Слово Божие. Как хорошо мне понравилось, сказали братья из Екатеринбурга. Всеми своими, говорит, трудами еле-еле одного родили. На брата Владимира, сказали. Одного родили. Так, говорит, куда только не ходили, где только не были, никто не обратился. А вот один Владимир. И Владимир этот у нас сейчас, он снимает. Вот так получилось. Это очень сложно, я хочу сказать. И поэтому вы на эти собрания, что они долго идут или еще как-то, вы располагаете сердце к этим собраниям. Видите, тут и батюшка нам говорит Слово. Ну, давайте возьмем, сейчас вот ничего этого не будет. Собрались, все разошлись. Ну, и все. Я понимаю, в Потеряевке бывает, но там люди близко. Там близко люди, там часто они общаются. У нас так не бывает. Ведь, как было у апостола в первые времена. Я немножко тут затягиваю, но к тому, чтобы о собрании. Я больше пока в ближайшее время не буду говорить о собрании. Еще о чем-нибудь расскажу. Просто у меня последние, так сказать, недели, вот это то, что сложилось, отложилось на сердце. Я-то на собраниях-то до конца всегда, с самого начала. Я всегда сердцем здесь на собрании. Я сердцем с каждым из вас. Вот все, что у меня есть, я бы пытался донести свои мысли или еще что-то. Вот мы с Володей работаем вместе. Вот это, кстати, очень важно было. Когда все вместе работали, трудились. И в этот момент какие-то мысли возникают у тебя божественные. Ты же что-то читаешь, молишься вместе. И вот этот труд, когда все это вместе, он способствует твоему росту духовному. А когда мы вот так раз, порознь, как сказал Христос, говорит, Сатана просил вас рассеять, как пшеницу, разбросать. То есть не единый хлеб сделать с закваской Христом, а просто отдельными зернышками разбросать и все. Они все упадут при дороге. Если бы Христос сказал, ну ладно, Сатана, давай посмотрим, что будет с этими апостолами, с учениками. Давай, разбрасывай. Он бы их раз по дороге разбросал, и слова бы только улетали, и все. И никого бы не было апостолов никогда в жизни. Христос так не сказал. Почему? Да Христос над ними сам трудился. Он собрания постоянно с ними проводил и проводил. И добился того. Он великого добился от апостолов. Величайшего. И все вы знаете это, конечно, что они стали задавать ему вопросы. До этого все все знали сами. И тут вдруг, когда увидели, там чудо. Здесь. И они про себя вопрос-то задают, когда в лодке-то бурю. А кто это? Про себя задают. Они не ему говорят. Они бы сказали, Господь, а ты кто такой, что море утишил? Нет, они про себя. А кто это? Что и море, и ветры ему повинуются. Как это такое может быть? Задают вопрос пока о себе. Потом начинают. Или там Петр, Господи, я недостоин. Он уже недостоин, он все знает, недостоин. Или там так скажут. Ой, вы после меня очистите тут всю комнату, посветите после меня. Там бесов полно после меня. Он все знает, этот человек. Уже бесы там в окне ездят. Он верблюдом стал для бесов. И вот это, вот от себя тянувшим. А потом, когда они увидели и услышали слова Христовы, и как они действуют на других людей, хотя те люди-то не задавали вопросов, но некоторые им показывали пример. Такие, как прокаженный, который ждал его после всех, задал ему вопрос. И они поняли, ему надо вопросы задавать. А почему не задавали? Да они даже не понимали, что вопросы надо задавать. Вы понимаете, до какого состояния мы докатились-то? Это мы с вами, сегодняшние, вот которые тут сидим. Почему все уходят? Ну не все, а больше половины ушло. А потому что все все знают. Им неинтересно. 22 года одно и то же. Неинтересно называется это. Только мне вот очень будет интересно. Мне интересно. Когда Царствие Божие заблестит. Интересно будет тебе, неинтересно. Когда Христос на престоле будет сидеть. Будешь ты интересоваться или нет, чем? Тогда, наверное, уже... А Господь говорит, закрой врата и скажу вас. Я не знаю вас, делатели неправды. Теперь понимаете, что такое слово правда для нас? Она правда должна быть до конца. И вы, ваши души, должны сами определять, нужно собрание или нет. Мы, конечно, не будем каждого поднимать. Давай, нужно, не нужно. Понятно, что большинство скажут все-таки в конечном итоге. Потому что совесть еще есть, нужно. А кто-то, кому-то и не надо. Кто-то равнодушно. А кто-то и обманет. Потому что неправда в нем еще. И если бы у нас не было этого лукавства с вами в сердце. До конца были бы искренними христианами. То мы бы, вот просто как началось собрание, просто сели бы, головы склонили, и как тот соляной столб из этой женщины. И сидели бы только и все. Или бы были живые, которые бы хотели что-то сказать, добавить, дополнить. И вот, запомните, Игнатий Тихонович сказал, образование общины. И через что образование общины? Евангелие от Марка. И что там начинается? Евангелие от Марка. Растолкование. И что там начинается? Достаточно несколько человек. Пять-десять человек. И написано. Ну, чтобы все живо участвовали. Почему это там написано? Да вот оно община уже. Община. Общее дело есть. Вот оно общее дело. Вот ваше хобби, называется хоббот этот, хобби. Засуну это хобби и соси слово Божие. Наполняйся им, тогда реки у тебя будут, как слон. Хобби, ты нашли это слон такое. Вот он твой интерес будет тогда. А интерес-то один только к Царству Небесному должен быть. Другого-то интереса быть не должно. А как Царство Небесное идет? Через радость? Через пляски? Как устраивают некоторые сектанты? Через что, Царство Небесное? Написано. Многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. Царство Небесное силою берется. И употребляющий усилия восхищает его. Какую силою? Возлюби Господа Бога. Всею крепостью, сердцем твоим, всем разумением твоим. Сегодня как раз перечисляли все это. И по-другому никак нельзя. Всею, сколько у тебя есть. А мы тут собрание проходит. Игнат Тихонович, я заметил, он говорил, 35 минут всего. Там братья. Ну, Владимир. Ну, Владимир первый раз выступил. 20 минут он говорил. Ну, договаривались поменьше. Ну, 20. Ну, брат, ну, брат высказался. Ну, встань ты, расскажи тоже. Тебе позволено будет сказать для других. И не думай, что все все помнят. Вот сейчас проверим вас. Вот что было вчера. Я сейчас проверяю вас. Вот вы помните же все, вы все знаете, что было вчера. И не знаете, что было вчера. А вчера я прочитал проповедь, которую читал недавно. От тщеславия. И никто не вспомнил ее. Почему? Да потому что забыли. А я ее читал всего два месяца назад. Всего два. От тщеславия. Просто там несколько проповедей маленьких. Я их вот так туда-сюда меняю. Тщеславия. И все. И получается. Как будто новое. А на самом деле хорошо забытое старое наше тщеславие. Да много о себе мним. А вот читаешь на церковном славянском, и все время какое-то слово ты забудешь. На русском языке читаешь, что-то не так скажешь. Почему? Забыл опять. Вот оно забывается. Уже знает, что вот здесь вот здесь надо. Прочитал опять. Да что ты опять же оно ведет. Это всего-навсего забыл. Это не пьянка. Не блуд. А всего лишь забыл, кажется. И Златоуст поэтому и говорит. Говорит. Я буду опять об этом же говорить. Там шесть слов о священстве. Шесть слов о священстве. Книга бытия. У него шесть бесед. На первую главу книги бытия. Исайя. Исайя первая. Шестая глава. Шесть. Да? Бесед. Проводит. Почему? Да это кажется одно, да потому же перемалывает. А вот такое сердце у него. Это апостол Павел говорит. Расширьте, говорит, свои сердца. У меня, говорит, сердце расширено. Я могу вас всех в него принять. В свое сердце. Почему вы не можете принять? Это все от рождения свыше зависит. Так. Сейчас слово предоставим. Я просил слово. Вот еще. Готовься. Сейчас слово я не просил. Я вообще не просил. Да. Он не просил. Он соведущий называется. У меня есть слово. И слово может быть необычное. Знаете, какая вот у нас беда в общине. Не то, что вот из общения вижу. Не то, что собрание. Вот на 22-летие действительно разбежались все как-то. Там еще и были причины какие-то. Может объективные. Кому-то дышать тяжело было. Там сидели души. Вот. Но на самом деле, конечно, причина это нежелание, нелюбовь к Слову Божию. Но нелюбовь к Слову Божию это естественная человеческая природа. Ничего такого удивительного нет. Человек любит зло. Но для этого нужна усилие над собой. И ничего такого нет, что мы стремимся в Царствие небесное. Ибо Царствие Божие силою берется и употребляющие усилия восхищает его. И если действительно нам тяжело или нам трудно, это не значит, что это сразу плохо и надо это все бросать. Мне не интересно, значит это не мое. Я пошел. Нет. Если тебе не интересно, значит заставь себя, чтобы тебе было интересно. И Господь, видя твой труд, в какой-то момент даст тебе сладость и благодать. И тогда тебе станет интересно. Это по Игорю. А у меня свое еще кое-что сказал. У нас здесь мы собираемся. Что это такое? Это собрание. Мы пришли в гости к нашему брату во Христе, Игнатию Тихоновичу. И здесь у нас и происходит собрание. Я предлагаю просто, чтобы мы чаще друг к другу ходили в гости. Вот чего я не заметил. Я просто исследовал этот вопрос. И у нас вся община зациклена вот на одном человеке или там на двух. На батюшке, на Игнатию Тихоновичем. Мы, как живой церковный организм, должны любить друг друга. А значит, у нас должны быть взаимосвязи между нами усилены, укреплены. Понимаете? Потому что Игнатий Тихонович умер, дай бог ему жизни еще многое лето. И все. Все вот эти взаимосвязи порвались, мы с друг другом разбежались. Почему? Потому что не укреплены между братьями и сестрами вражды. Вот слушаешь иногда, там кто-то кем-то недоволен, здесь братья друг с другом что-то там не поделили. Почему? И представляете, если, допустим, но все эти братья и сестры любят наших наставников. А если нет наставников, тогда мы друг от друга оттолкнулись, все. Потому что вот это, вот представьте, единый центр, и мы все как ниточки висим на нем. А обрубить этот центр мы все распались. Так вот должна быть паутинка между нами. Центр убери, а все держится. Поэтому в гости надо ходить друг к другу. Но никак не верующие ходят, чтобы выпить там или покушать хорошо там, наготовить. А для того, чтобы лишний раз позаниматься Библией и помолиться. Хотя бы ненадолго прийти. И еще такой житейский опыт перескажу. Вот каждый живет в своей скорлупе дома. Бывает, вот мы ругань какая-то там, какие-то грехи внутренние. И все уже, братья и сестры, мы же верующие, у нас семьи верующие. И все друг к другу привыкли. Привыкли друг к другу к грехам. А чужая семья иная. И вот когда приходит чужой человек, что ты стараешься? Убраться дома, порядок навести. Взаимоотношения между собой ты почистишь. Даже на тот короткий момент времени, час или два, когда у тебя находятся гости, ты стараешься с женой обращаться хорошо. Жена старается угадать мужу. Потому что мы же не хотим в глазах других людей показаться плохими. Мы не хотим друг другу соблазн подать. Мы стараемся быть хорошенькими. Так вот, если бы мы почаще ходили друг к другу, почаще бы мы прочищали не только свои жилища, от лишнего избавлялись, но и свои души, чтобы вот эта хорошенькость, она больше времени продолжалась. И укреплялись наши взаимоотношения друг с другом. Вот мое это. А это всего лишь поводом к этому послужило. У меня много копилось это. А вчера я гостей пригласил, и на эти мысли мне в голову пришли. Что это такое, и для чего это надо? Ходите друг другу в гости для изучения Слова Божия и молитесь. И усовершенствуйтесь, очищайтесь. И как хотите, чтобы перед, вели себя перед другими людьми, так и внутри себя, внутри своей семьи, сохраняйте вот этот заряд в будущем. Я бы хотел это подтвердить местом слова, местами Священного Писания, потому что общины первые были, мы читаем Деяния Святых Апостолов, они вместе все пребывали. Но у них, как бы, как сказать, было перед глазами пришествие Христова, вернее, отшествие было Христова перед глазами. Что вот он на облаках вознесся, но и так же, говорит он, я приду на облаках-то с силой ангельской. И его ждали. И говорит апостол Павел, те, которые, говорит, от нас отошли, не упреди от нас, которые его дождемся. Он думал дождаться Христа. Вот они как... И поэтому они все вместе были рядом, пребывали, пока вот-вот. Ну и потом гонения начались, и рассеялись все, и общины начали создаваться там в Риме, там везде в Антиохии, мы знаем, в Малой Азии, везде общины. Они уже были не такие, а именно такая, как наши общины. Как они жили, мы об этом мало знаем. Но то, что сейчас брат сказал, связи должны быть. Это обязательно должны быть, потому что мы знаем, до каких грехов дошли они. Они слушали блудника, и он у них был как пресвитер. Ну, может, не пресвитер, там непонятно, как написано. Но он был человек, которого слушали, он как учитель был у них. При этом блудил с женой своего отца. И они его слушали и почитали, как за какого-то старшего себя. Вот до чего дошло. А почему это дошло? Ясно, что никто к нему в гости не ходил. Чего бы они в гости пришли, увидели бы такое безобразие. Чего бы они его слушали, что ли? Ясно, что каждый был именно в своей скорлупе. А чтобы не быть в скорлупе, надо быть на собраниях чаще здесь. И размалывать внутри себя вот это. И это называется, это называется жертва общения. Игнатий Игнатий Игнатий. Можно я скажу? Скажите слово. Сегодня, как договорились, все говорят об одном. Чтобы была близость друг к другу. Мы часто видим такое выражение, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но перед словом кровь стоят точки, означает это мысль неполная. Это уже концовка. После этого точка стоит. Тут надо все смотреть. Каждый знак. Златоуз говорит, не пропускайте. А впереди говорится о чем? Два условия, которые тогда только подводят третье. Тогда кровь Иисуса Христа очищает. Первое. Если ходим во свете, то есть точно по заповедям Христовым. Как установление церковное. Если ходим во свете, как Он. Заметьте, мы еще не подошли к этому. Это на всю жизнь тебе задание. И ты все знаешь. Речь шла о создании общины, дома, семьи. Поднимаются, уходят. Я сегодня в коридоре. Бежу стоять. Ну что ты стоишь? Ну заходи сейчас сюда. Прошу. Никак. Это означает, человек уже вышел. Но почему он сегодня пришел, непонятно. Я не могу не уговорить ничего. Он начинает тянуть, начинает дерзить. Скамейка пустая. Ну заходи. То есть здесь некая энергетика, так в мире говорят, отталкивает человека. Он не может. Здесь другая совсем мысль. Нет, я просто словами мира пользуюсь. Человек другой, он иной уже. Он не может здесь пребывать. Вы маленько думайте. Если ходим во свете. А как во свете? Ну, услышал во свете, а где он? Ищите прежде всего Царствие Божие и правды его. Это во свете тогда больше. А вот хлеб и одежда, сие, сие, а не все остальное, приложится вам. И Господь указывал, когда ей говорит такая притча, ее люди не понимают даже, как так. Домоправители услышали, что-то не так. Говорят, ну дай отчет. И он сразу вызывает, сколько должен? Ну, сколько там? Пятьдесят. Пиши сто. Сколько мер в пшенице? Пиши восемьдесят. А уже кто-то пошел и пересвистнул. А БХС сразу на проверку. В чем дело? И хозяин понял, что он не воровал. Иначе зачем он начал так поспешно делать, не прикрываясь. И Господь говорит, сыны века догадливые. Люди не понимают. Да что, обман Бог поощряет? Получается так. Бог поощряет обман. А какой? Самого себя обмани. Вы составьте себе меню дома. Что вы едите, сколько уходит. Ну, напиши, картошки столько-то. Ну, корзина, когда существует, не боятся писать правители. Сколько требуется человеку на месяц, на год, сахару, мясо, молока. И это искривляет, а документ вышел, и все каждый год добавляют депутаты. Ты дома составь для себя эту корзину. А я задолго до этой корзины все это делал сам. Откуда ты знал? Внутренний голос побуждает к этому. Мы решили так, условно. Ну, старые деньги, которые были, те еще. 25 рублей каждый кладет. А у меня жило не один, не два человека на квартире. 25 кладем мы на питание, но остальное смотри как. Но десятина сразу шла. А так как нас было несколько сейчас, десятина быстро росла. Ну, в конце месяца оказалось, что мы потратили на питание по 13 рублей, а по 12 осталось. Мы заранее договорились эти деньги приоплисуем к десятине. Понимаете как? Мы начали обманывать живот свой. И никто не болел. У меня один такой близкий человек был. Он пришел и говорит, устраиваюсь на работу, а сам тяжелый. Вот как брат выступал, Игорь примерно. И говорит, что бы мне такое поисто, не прошел комиссию. Я говорю, ты ничего не ешь, Саша. Он три дня, кажется, не ел. Пошел, норма, нормально, давление нормально. Его приняли на работу на бульдозере. Вот и все. А что ты три дня не ел, посчитай и опять к милостыне положи. А вот тут-то тебя Бог и благословит. Чтобы создать общину, для этого требуется не меньше жизни. Нам Бог позволил при жизни вот это иметь. А вот уходят от... Это неестественный, естественный отбор. Это Бог так делает. Я вот сегодня провел первое занятие с детьми, которые у нас здесь. Первое. Заметьте, я никогда не вмешиваюсь, если там кто-то есть. А на какую тему? Я рассказал, как нас мама учила Мария Егоровна Лапкина-Ченарева по девичеству. Она одно нам вкладывала, страх Божий. Она больше ничего не знала. Ни Евангелия не было. Она учила молиться и страх Божий иметь. Я детям сказал, если вы не научите их страху Божию, это хамье растет. Как известно тебе, они черным проклятием в землю окружили дом свой. Жена учит клясть отца, хамить. А она не понимает, что внутри ее сразу растет несколько мстителей для нее. Она готовит себе погибель. Протом она на всех может жаловаться, на тебя не может. Вот тут ее место растет. Она не понимает. Надо ходить во свете, как он во свете. И имеем общение друг с другом, второе условие. Так этому учить надо, что ли? Я скажу вот про себя, конкретно меня этому никто не учил. Я просто вот сегодня обратился, и в том доме меня Бог обратил, где общение, все люди туда съезжались. И мне столько это понравилось. Я попросил Бог Господь, дай мне такую же жизнь, как у него, Михаила Александровича Еремеева. Город Венспас, Латвия. Розенберг, 18-4. Под копирку Бог дал мне такую жизнь. Кто бы куда ни ехал, все ко мне заезжают, и тут и молятся. Господи, да как же ты слышишь-то, да как ты близок-то. Имейте общение друг с другом. Да, собираются. У нас собирались. Собирались у Муравлева. Все до одного погибли, все ушли. Собирались в Гладких. Все до одного. Погибли, все ушли. Собирались девочки. Там вон Капустиной была Катя. Все до одной. Ушли в мир, никого нигде нету. С чем собираться? Мы собирались с определенной целью исследовать Слово Божие. Три раза в неделю по два часа. В советское время. За нами следили. Среди нас оказался человек, который стукач, который наносил, потом сознался. Но вреда никакого нам советская власть не принесла. Советская власть мне не помешала быть со Христом. Но я хочу поститься. Советская власть мне могла помешать? Да запоститесь вы, говорите. Молиться мне. Она не видит, что я ночью. Я мог с вечера до утра, и с утра до вечера молиться. Она запрещала мне издавать, что я. Но я и это успел издать. И Златоус, и Жития, и Добротолевья. 50 томов книг насчитал. И сейчас все в интернете. Желание имей. Желание. И у нас дом никогда пустым не был. А люди приезжают и уезжают. Я тогда принял решение дверь не запирать. А живу на Булыгина. От вокзала рядом и проходной двор. Я сейчас вспоминаю, да еще со мной было. Но это особый промежуток времени. Ключ однажды ложил, а приехали гости из другого города и не нашли. Оставили записку. Я мучил себя, я себя наказывал. Как я мог так сделать? Но они не предупредили. Я принял решение ключ вообще спрятать, чтобы не было. Без ключа. Дверь закрыл и ушел. И у меня и бомжи ночевали, и кого только не было. И потом они встречались. Я не говорю, что так делать. Но у меня такой этап в жизни моей был. Чтобы ни один человек не ушел непривеченный. Я поселился там, как соседи. Все стали приходить. Нельзя отбоя нет. Я сразу беру Библию. А мне надо ремонтировать квартиру. Я пришел. Там жил человек, который лаги, пол. Вытаскивал, жег. Я зашел. Он все сжигал. У него дров не было. Мне надо было с нуля начинать. А соседи приходят. Я сразу беру Библию. Все работы прекратил. Сел. Садись, давай. Он минут пять посидит. Знаешь, что мне нехто. Ну подожди, ты так редко приходишь. А он мне надоел. Уже третий раз за день приходит. Все. Больше он ни разу не пришел. Я считаю им Библию. И у меня в течение недели все до одного отношения. Ни одного не осталось. Я уговариваю, удерживаю. Они говорят, туда больше не ходите. Там читают Библию. Там делать больше нечего. А приходили деньги занять на выпивку. У нового человека. Ну будьте мудры. Я вчера прочитал один. Ну в мире называют анекдоты. Ну а может это на деле так было. Мудрость в мире всего. Господь говорит, смотри догадливый сынов света. Мы сыны света и не знаем как переправить туда лишнее муку, пшеницу и елей. Которая в притче упоминается. Пиши расписку. И говорят так. Мужик годит самогон в сарай. Ну ему надо воду, он взял два ведра, пошел по воду. А соседка-то узнала и сразу в милицию. А он-то оттуда идет. А милиция-то у него уже там у аппарата. Он заходит. О! Еще о! На тебя уже давно была жалоба торгуется. Садись пиши. Что писать? Ну пиши объяснительную. Что писать-то маленький что ли? Он садится. Написал в сарае. Они считают. Я вышел из дому. Гляжу, дым идет со сарая. Я подумал пожар. Взял два ведра. Побежал. Прихожу туда. А тут два мента самогон гонят. Вот объяснительное. Сыны века сего догадливые. И он все. И путь свой, и самогон на место поставил. Не скажешь, что самогона-то нет. А пустаменты пришли к нему в сарай и гонят самогон. Я понял, что это как раз к той притче относится. Ну будьте мудрыми. Впереди у нас такое событие. Очень даже важное. Следующее воскресенье. Это будет 3 февраля. У нас объявление вывешено в коридоре. Первое воскресенье вместо февраля отмещается день нашего сайта. Это означает и форума, что от него идет. Ну как бы в интернете. Приготовьте, кто что получил от нашего сайта, форума. Какую работу там делайте. Ну и я сказал кому. Значит мне нужно позвонить Капустину, чтобы он Гаврила привез сюда. Гаврила вместе со своей Викторией. Он форум основал. А где она у меня? Юлия-то. Третьяков. Значит Клейменова и Женю, создателя нашего сайта, сюда привезти. И все, кто в этом деле участвовал. Следующее воскресенье. Мы очень многое получили через сайт и форум. Я там дальше расскажу, что сейчас делается. Это поняли уже сегодня правители. Что они делают? За последний месяц буквально изуродовали все. Те, кто этим заведует. Нельзя уже массовую рассылку делать. Шрифты там все поснимали. Говорит, давайте нажимать жаловься. Кому жаловься? А они хозяева. Они закупили. Так руководят откуда? Говорят, из Израиля все. Вовремя скупили. И вот один щелчок, и нигде ничего нету. Но нас пока еще держат. Ни у кого ни адресов нет, ни друзей. А уже подружились люди. А еще опять ничего нету. Сидят дома. Ну, ничего нет. Значит, ну, людям заранее надо было подумать, чтобы собираться нам вместе, не в интернете, а дома. О чем братья сказали. Вот прочитали, я говорил с детьми о страхе Божьем. Захожу, проповедь читает Блаженного Агустина о страхе Божьем. Все. Как будто бы кто-то заранее сегодня назначил на эту тему говорить. Имейте страх Божьем. Более благоприятного времени нет. Я эти слова уже измозолил говорить. Не цените это, ничего не будет. Просто воспоминаний даже никаких не будет. У нас есть такие, которые ушли. Из Франции позвонила. Это, я жила потеряю, это самая черная моя полоса. Это означает, где-то на грани смерти человек находится. У нас были те, которые смертные грехи сделали. Они это самое место такое, где я. А он же осквернял, он же разрушал. И люди, говорящие это, они ничего для общины не принесли, кроме вреда. Они боролись за разрушение, все силы полагали. Так что не вините правителей. Нам Путин не будет на кухне посуду мыть. У него много других забот. Ты у себя наведи порядок. Вот сказали, надо пригласить друзей. А вот у меня приходили, когда друзья, мы вели занятия. И ни разу не было, чтобы обошлось без трапезы. Тут Надежда Васильевна моя на самом высоком уровне шла. Такие же она пироги пекла. На весь край прославилась. А у нас съехали с разных городов, с разных областей приезжали люди. Ни один не выезжал, чтобы она не наложила в торбу ему что с собой. А почему вы говорите в прошлом времени это и сейчас? Знаете, как это важно? Сегодня у нас собрание, куда мы приходим. У нас есть здесь сегодня ходить, здесь обедать. Вот этого ничего не было. На одном месте. На одном. Так ты это сейчас создай, чтобы у тебя точно так же очаг горел. Никто меня не заставлял собирать. Я внутренне чувствовал необходимо. Я же просил у Бога, похоже на Михаила Александровича. Бог так и устроил. У нас есть несколько впереди еще моментов, которые необходимо просто каждый день приносить перед Богом. Мы уже вплотную подошли к разработке нашего маршрута. Вот мне вчера показали. Начинается из Москвы. Километрами. Мы только в общем. Я понял, что это примерно тот же самый, получится, километраж, тот же самый расход, который был в 2012 году. На горючее примерно 220 тысяч рублей перевезти на наши деньги. Примерно 50 тысяч километров так и наплывает. На все если взять, да еще колесить по России, там будем, к этому все и подойдет. Понимаете? От Москвы до Лиссабона, столицы Португалии, 5200 километров. Другим путем идти, 5870, ну смотря через Бухарест, там или через Вену. Так еще внутреннее государство мы не брали, ни Брюссель, ничего. Но мы и к этому подойдем. Если Господь благословит. Здесь еще не захвачена Скандинавия. Мы сейчас говорим уже, как будто у нас очертания какие-то есть. Вначале казалось, это просто разговор. Мы сейчас разговором идем о получении паспортов и виз. Нам нужна мощнейшая будет поддержка средствами. Откладывайте у себя, кто желает поучаствовать. Обманите сами себя. Сколько на питание тратили? Меньше? Отложите дальше. В наш рот это не попадет. Мы сейчас уже стараемся узнать, где наша диаспора в странах Европы. Заехать к русским. Где сделать дары? Мы везем книги всюду. Насколько будет это удачно? И как? Мы ничего не знаем. Мы просто доверяемся Богу. Мы должны каждый раз спрашивать, а что требуется для этого места? Какая помощь? Батюшка больше всех берет на себя. Оплачивает уголь. Средства у него есть. Там с дровами дрова завозит. Действительно так сказал. Батюшка не будет как. Господь должен нас подвигнуть на это. У меня правая рука вывершена. Она не дает крутить нисколько. Но вот тепло надо, снег сбрасывать. Я два дня походил. Сегодня не услуги, ничего не могу. Но она вывершена. Нельзя. Никто не подойдет и не спросит. А нужно ли нет? Вы видите снег? Он ломит крышу. Ну хотя бы один подошел и сказал. Ну сбросить надо ли? Я вчера залез, там едва держусь на ногах на крыше. Ну и сбросил сколько мог. Дальше основное все на болоде лежит. Ну здесь не какие-то институты кончать надо. Просто пробудить сам себя. Батюшка рассказывал, как во времена советской власти, когда был у епископа Максима, фамилия его Кроха, а у нас Максим здесь Дмитриев. И вот ему поехать куда-то, и он должен был доложиться, приехать, вернуться. Нормально это было? У меня очень уважаемый был митрополит, я его проповедью распространял, митрополит Блюм Антоний в Англии. Он участник сопротивления был, сидел. Умнейший человек. Но вот я вчера прослушался, если бы просто прослушал, а то видео, и он говорит о сергианстве. Он буквально все во мне убил, что до этого он говорил. Он все положил для того, чтобы оправдать Сергия. И как он оправдывает? Человек, владеющий несколькими языками, знающий столько, из княжеского какого-то там рода, даже не знает, что о нем сказать еще. Если правда это. Но тут он говорит сам, говорит на склоне лет, не задал год до смерти. И говорит, а митрополита Сергий Строгородский там таким святым прям его показывает, который вот это и допустил, чтобы под советскую власть подмять церковь. Дальше-то он еще не говорит. А как он узнал, что он свято? Так он еще, когда его садили, митрополит Сергий, он там, в тюрьме, написал два акаписта Божьей Матери. Это главный критерий определения его верности Богу. Два акаписта. Да нужны ли они два акаписта, когда их и более 500 уже? У него и заниматься больше нечем не было. Это один из самых умных иерархов был, Сергий Строгородский-то. Ну а как бы тогда было, он старался сохранить церковную структуру. Она не нужна структура, ее Бог не устанавливал. У нас пример. В это же самое время у отделенных баптисты были. Они поняли, точно так же согласились. Верхушка все. Детей до 18 лет прочь. Это прочь не допускать приезжающим. Говорить, что сначала понеси уполномоченному. Они сказали нет. И отделенные. Они поплатились, а сколько жизней? Десятки людей не вернулись. Сотни арестованных. Положили все. И сейчас их молодежь и общины, две баптистские здесь, отделенные. Их сравнивать даже нельзя. Какая разница? Они оставили пример. Это не православное. Не будут ли они для нас судьями Божьими на суде Божьем? Они никогда не докладывали власти, кого поставить при святера, как вести себя. Они как бойко. Ну, я распространял. Они отстояли эту свободу во Христе. Собирались где хотели. В лесу, дома, вели занятия. Дети все были при них. Детей стали изымать. А как они стали? Ну, они не стали призывать к убийству. Я удивился. Может быть, внутренне я именно такой. У патриарха есть помощник очень близкий, Дмитрий Смирнов. Прекрасная проповедь. Очень смелая такая. Но он радикальный такой человек. И вот, говорит, юстиция, ювенальная, приходит отнимать детей. И сразу рисует, стоит пистолет сзади, держит в руке. Вооружайтесь пистолетами. Может быть, ему это подстроили, я не знаю. Но факт один. Стрелять на месте, и все кончится. Как Солженицын говорит, захлебнется эта адская машина. Не отдавать детей. Сегодня не пришли за мать в одном, в другом месте, прямо в дверях пристреливать, все, и сам пошел, все равно детей отнимет. Моя жизнь без детей не мыслится. Я не призываю к этому, но это радикальное средство. И все, захлебнулось. К мусульманам ни в один дом никто не зайдет. Они перевернут кверх ногами всю страну. За одного ребенка. А во Франции более 2,5 миллионов уже взяли детей. Нормально? Ты их рожай отдавай. Из них будут мамлюков делать, против христиан направлять. Они их воспитают. А ты к чему призываешь? Я призываю только к коленям, слезам и молитве. И нам нужно объединяться. Объединяться в молитве. В определенное время ящу. Мне вот звонят. Мои дети полетели и поехали туда. Мы сразу бросаем дела на молитву. Они долетели. Я благодарю, кто сообщает отбой. Мы сразу на молитву. Благодарение. Это самое мощное оружие. Но у людей, которых не хватает на это веры, то это очень действенное оружие. Пистолет в руке. Потому что ты защищаешь самое ценное, что есть. Твое наследие, твои дети. Твоя жизнь. Вот собираться как. Вот поговорили сейчас и пошли. В первую очередь оставаться надо. С занятиями идут здесь. Мы ходили в лес. Теперь не надо ходить. Мы находимся здесь. И друг другу назначаете. Ты первая сегодня. Начни. Скажи. Ко мне приходите. Давайте договоримся. Во вторник ко мне приходите. Дай свой адрес всем, если они не знают. Мы начнем. И начнете прямо повторение. Третий том открытым оком. Пособие по изучению Евангелия от Марка. Все. Следующий назначает для себя. Следующий. Уже заранее договориться. А вы ко мне приходите в пятницу или в четверг. Мы собирались трижды в неделю. Но два раза было в моей комнате. А вся комната по стенам взять. Вместе с туалетом, с кухней. 12,8 квадратных метров. 12 квадратов. И никому тесно не было. Да еще 11 человек бывало оставались ночевать. Издалека. И ни один на полу не лежал. Я всю комнату как соты разбил, как полки для нот. Там все еще сейчас цело. Надо, чтобы Люба Фатеева открыла. Показала вам хотя бы где. Там ничего нету. Голые стены. Но люди забывали это. Вот отец Наум, который обратился, он только один раз побыл евреем. Баптисты с ним поехали по Сибири. И потом попутно отвернули от Новосибирска завести, как они сказали, показать уникального человека из Православной в Барнауле. И они ко мне пришли. И вот эта обстановка, разговоры его так сразили. Одной встречи хватило, чтобы он отошел от них, принял полное крещение. Я у него с приемник поехали в Москву, в переделки накрестили, там храм митрополита Филиппа. И он стал священником, приближенный к патриарху Ильи Второго в Грузии. Одна встреча. Все влияет. Что окружает нас. И сегодня один за другим об этом говорили. Подумайте. Поговорил, он ревнует об этом. Два Игоря выступали. Измените обстановку. На этой неделе назначили две встречи. Ну, кто хочет назначить? Конкретно переходим к делу. Так, первое, смотрите назад. Сергей Павлович Пупков, наш брат. Так, к нему подходите, кто хочет подойти. Ты адрес дай, телефон, во сколько, все. Так, вторая. Нет, я хочу сказать. А? Я хочу сказать. Да, давай. Значит, братья и сестры. Вот два года назад я была у эговистов. Это такие люди, у которых есть чему поучиться. Они проводят систематические занятия на дому. Они, значит, вот так же у них, допустим, община. Но у них огромное количество людей, 600 человек у них было. Вот. Но они были разделены по 100 человек. И вот эти 100 человек, они, значит, разделились по 10 человек. Ну, я не призываю, что по 10 человек. В каждой этой группе из 10 был старший, у которого собирались на дому. Но над этими группами был координатор. Координатор, который, допустим, не просто мы хаотично пришли в квартиру и занимаемся чем попало, там судим, переряжем. А конкретно приходим к этому человеку, допустим, и тема, определённая тема по Слову Божьему. Никаких лишних разговоров, только тема по Слову Божьему. Всё, час отзанимались, никаких там чаепитий, ничего. То есть очень, как бы сказать, дисциплинированно. Два раза в неделю в обязательном порядке. И не так, что я вот сегодня захотел, я пришёл, завтра я не хотел, захотел, не пришёл. Сегодня я пошёл к этому, завтра к этому. То есть там существует дисциплина. И вот поэтому есть чему поучиться. Поэтому они и знают Слово Божие. Они несут это Слово Божие. На это Слово Божие они, не только они, уже приходят подготовленные. Потому что конкретный материал они уже прочитали, они обсудили. Приходят, значит, в дом к этому человеку. Они уже конкретно отвечают на конкретные вопросы. Если кому-то что-то непонятно, разъясняются. И это делают все. То есть вот вся вот эта вот группа, допустим, 100 человек, они изучают одну тему. Не так, чтобы был разброд. Один это, другой это. Кто в лес, кто под рова. Вот поэтому они и движутся все. Может быть, я в чём-то неправа. Но мне понравилось. Вот. Понравилось. Да, я не буду говорить о том, что они, допустим, в протрез с православием. Я не буду об этом говорить. Но о том, как они ревностно относятся к Слову Божию, вот у них надо поучиться. О том, как они идут на проповедь, конечно, как они проповедуют. Но у них есть по чему поучиться. А мы, извините, свою попу боимся оторвать. Мы находим 100 причин, чтобы не общаться. Мы находим 100 причин, чтобы не приходить на собрания. И самое главное, мне ещё что очень поразило, у них очень уважительное отношение к братьям. Вот посмотрите, сколько у нас братьев, да? Много у нас братьев. Но почему-то инициаторами, лидерами 4 человека. 4 человека всего. А где остальные братья наши? Где? А сёстры, сёстры, вот милые мои, я вас всех люблю. Но почему мы, братья, которые знают Слово Божие, которые нам эту дают духовную пищу, мы ещё им судим, мы их ещё рядим. Почему? А ведь мы все верующие. Прости меня, Господи. Можно? Аминь. Можно? Игорь, подожди минуточку тогда. Вот она сказала по опыту, который увидела там. Вот это и есть мудрость, книжник, наученный, Царь Всего Божий. Что вносит старое и новое. Вот старое, что она там видела. А сегодня говорят, вот такие называемые свидетели Иеговы, ну, Иеговисты в простонародье. Самая быстро распространяющаяся в мире секта. Да почему? Да потому что все до одного работают. И при том у них всё под цифрами стоит. Каждый обязан в неделю, в месяц не менее 30 часов отдать посещению. Если это избранное, это старше, там у него звание военное, прям майор там или как там называют. Вот. Не менее 130 должно быть часов. Не менее 70 встреч. Вот теперь работает. А у нас его никто не спросит. Батюшка отмахал кодилом, уехал и всё на этом. У нас ещё тут приходится ездить им уйдет. А вообще в цирк вахты никак. Выступает, опять ссылаясь на отец Дмитрия Смирнов. Ну, он говорит вообще, я считаю, не имеющий авторитета человек, объявлен был веритиком. Я, говорит, 25 лет только крестил, задумался, и 25% осталось, то это хорошо. Кого я крестил? Зачем, когда никакого контроля нигде нет? Вы нападаете на Осипа. У Осипа, говорит, нельзя взять. У него всё на основе, это, ну, меня там не было, я бы ему подсказал, где он неправильно. Ну, много хорошего Осипа, вот. Больше сейчас всего. И он дальше говорит, вот явились женщины в гробницу, ищут. Да Богу, ну же эти благовония ваши ходите. Его нет, Богу ничего не надо. Ищите живого среди мёртвых-то. И вот мы были в Москве сейчас, перед храмом Христа Спасителя. Поднимали руки, молились со всех четырёх сторон. И вдруг сейчас выставляют ролик, составленный, знаете как, патриарх, там на Пискалёвском кладбище, заупокоенную служат власти, и горит звезда пятиконечная, огонь. Прямо перед ней служат. Отпыгает. В это время дьякон там голод, ревёт просто. И вдруг эта звезда как бы взрывается, и адский огонь, и так-то всё сделано. Пламя. И дальше сразу же тишина, и мы идём вокруг храма Христа Спасителя, молимся за патриарха, за президента. Но это нас туда вплели. Проходит ещё маленько, дальше опять уже в другом месте служат заупокоенную, и опять тоже самое, марширует военное. То есть показывает, а заглох называется, святейший патриарх, куда ты нас ведёшь. Название ролика. Так вот, вчера, позавчера поставили, уже сегодня я утром смотрел, кажется, 160 что ли только, не вот, а прямо, кто выступал, кто что говорил. Кто-то против, кто-то за. А потом в конце, там уже называется, когда вырезают отдельные моменты, нарезка из Дмитрия Смирнова. Он выходит и говорит, и всё это слеплено в один ролик. Вы зайдите в YouTube или в Google, ключевые слова Игнатия Лапкина, дальше напишите патриарх рядом, или Смирнов. И сразу этот перед вами ролик выскочит. Посмотрите его. Для меня всё там известно, но я уже раза четыре его посмотрел. Лучше, кажется, составить нельзя. Многие задумались. И там уже отмеки, хоть один человек нашёлся, правду сказал, как другие, это давно знаем. А я сразу раз, златоуст. Ещё они начали говорить, я раз, из Алтайской миссии. Что на 300 крещённых один ходит в церковь только. Это всё, и ссылки откуда есть-то. Всё, работа идёт. Работа идёт не на двух человек. Я вчера 20 раз так рассылку сделал. Одна говорит, он мне так надоел, до меня, я его из друзей удаляю. Ну ладно, я на неё вышел, и говорит, ты меня в чёрный список ещё занеси, чтобы случайно нам не встретиться. Понятно? Вот сейчас, кто второй-то поднимал руку-то? Я хотел прокомментировать. Коротко. Сейчас не надо комментировать. Сейчас нужно приглашать к себе. Комментировать вы можете до утра. Мы не комментировали тогда. Конкретно у меня собираемся. Маленькая комната, в неудобном месте. Ко мне все собирались. А потом мы нашли, одна была у пятидесятников, она пришла, тоже, православие пришло. Ну, так Бог сделал, что через меня приходили. Очень опытная женщина, она отсидела. К слову сказать, как её взяли? Авраменко, её фамилия была, Ксения Ивановна, кажется. Ксения Степановна, как её арестовали? Тогда ведь как было? Сверху спускали план. В городе Барнауле нужно арестовать в месяц не меньше, как пятьсот шестьдесят человек. Ну, а где? Везде надо искать. Она была незамужняя, работала проводником. Ну, а только приезжает сюда, поезд пришёл, ну, какой там, Новокузнецк или какой. Её сразу прям тут же под руки туда. В чём дело? Так, а вы говорили, что советская власть – это самая плохая. Я говорила. А вы почему не замужем? Ну, почему? Ну, я просто не вышла замуж-то. Вы слышали, что немец уже под Москвой, да? Так вы говорили, что за немецкого офицера замуж собираетесь. Я за немецкого офицера, да вы Бог с вами. Так вызывается, которая вторая работала с ней вместе. Проводнись это. Так, вот она подтверждает. Я так и сказала, я сама видела. Она говорила. Ну, её там даванули, как следует. Всё. Десять лет. Всё. А татья выполнили сколько положить? Десять лет. И вот она, как она там была, она всё рассказывает. Это она впервые встретилась с пятидесятниками. И она стала пятидесятница, получила языки. Но тут она встретилась с нами безъязыки. И она стала ходить в церковь, стала православной, прищищалась и умерла православной. И я добился, что у неё один день собирались. У неё комнаты были хорошие. Кто у вас знакомые? Разговаривайте с ними. И приглашайте к себе людей не только своих. А ищите тех, которые вреда вам не принесут. У меня, я говорю, был период открытых дверей. Невероятно. Для меня, когда я так осторожно живу, и вдруг сорвал все двери. Я даже не могу понять, что со мной было. Но я всё время просил у Бога совета. Не выходите сегодня, пока вы не договоритесь. И кто придёт, строго обязательно, вот о чём сестра Галина сказала, строго обязательно договорились. А у вас были пропуски? Не помню. Я просто не помню. В чем мы занимались? Один день из трёх был у нас посвящён толкованию апокалипсиса, откровения. Один день мы по порядку шли. Иван Геннад Матфея, Новый Завет по толкованию святых отцов. И один день противосектантские материалы. Как беседовать со всеми сектантами? А какой у вас принцип? Один. Правда. И как правда, она срабатывала, и люди оттуда приходили. Из разных всех делались православные. Мы признавали свои ошибки, мы виноваты, а не то, что мы самые хорошие. Я начинал с того, что мы самые плохие. Но мы церковь. Я не гожий, но божий. А ты самый хороший, но ты не в церкви. А когда нет рукоположения, больше ничего. Во всём остальном они выигрывают. Но у них нет рукоположения. Нет епископата, нет священников. И отсюда вывод, что они не церковь. Я уверен, более крепкого ключа, точно подходящего к сектантскому сердцу, просто нету. Нету. Больше им доказывать не надо. Они знают больше нас. Здесь они прямо останавливаются. Я рассказываю, где, допустим, в Караганде. Совсем не здесь. Беседуем. Беседы, как правило, заканчивались в глубоким утром. В 4, в полпятого утра. Вот так вот столы. И вся молодёжь сектантская сидит. Какие они хорошие. А тут ходит рядом пресвитер старший. Это епископ у них. Как сейчас помню, он, когда закончилось, помолились. Ну как, братья? А все записывают. Да одного все записывают. А у нас в университет ходили некоторые, одной строчки не записали. Ну что, надрали нам сегодня. Что дальше будем делать? Он принимает крещение и делается православным священником. Понятно? Надо было жертвовать, надо было ехать, надо говорить было. Придём на суд Божий, с чем ты явишься? У баптистов одно песнопение есть такое. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, сноп один в руках нести. Чё ты принесёшь-то? Уж дома никого нет. Кто к больным, кто... Да никуда они больные не денутся. В воскресный день Бог дал тебе для того, чтобы душа твоя воскресла. И вот человек говорит, что сейчас все равно поднимутся, уйдут. Не действует. Вы сегодня пришли в храм. А знаете, внутри себя-то я другое имя, а вы пришли ко мне. Почему мне все это дорого и спать не приходится? Вы ко мне пришли. Это дом мой. Там молились на Никитина. Вы пришли тоже в храм. Это дом мой. Мой. Я его покупал, мне он приходился. Собирались по теряевке. Точно так же. Люди собирались молились. И там дом мой. Я насчитал, у меня 7 мест. 7. Где люди собирались, совершали богослужения, не говоря занятий. 7. Я такой же, как вы. В чем доказывать? А за такого человека ходатайствуют люди. Господи, он нам синагогу построил. Я 7 синагог построил. Мне радостно сказать, наследие мое приятно для меня. Межи мои прошли по прекрасным местам. Я не держусь ни за дом. Есть сегодня, нет. Его живой, я не живой. Не имеет значения. Вот еду в дорогу, я уже наказал. Мне приготовить справку. Она еще не на руках, но уже все. Чтобы меня не вскрывали. Там под ящики меня спрячете, в полотно завернете. И сразу в потеряевку хоронить только в потеряевке. Нам нужна молитва сейчас, чтобы Сережа сегодня занялся картами. Где принтер отпечатать по всей Европе. Мы на этой неделе должны начать оформлять паспорта. Если это удачно будет, ну только аллилуйя, больше ничего не скажешь. Нам нужна очень сильная поддержка. Мы делаем то, что никто никогда не делал. Никто. Два заезда будет. Один в Европу. Вернемся оттуда. Загружаемся и уходим на Скандинарию. И Прибалтик открыто перед нами. Дополнительные визы, которые в Шенгенскую зону не входят, это Англия и, видно, Португалия. Пока мы только говорим. Пока это из области фантастики. А уж как дальше Бог даст. Вы понимаете, мы сколько ездили, вы всегда в нашем сердце были. Мы всегда молились. Мы были в курсе дел. Приехали. Сколько же у нас радости было. Но мы на этом не останавливаемся. Если мы это все совершим, выезжаем прям сразу, как Виктор Николаевич заканчивает учебу в школе. Чтобы в сентябрю успеть вернуться. Если мы оттуда вернемся живые, мы начинаем тогда от Санкт-Петербурга к Одессе. Нам уже Молдавия может быть открыта, Украина и Белоруссия. А Прибалтика уже входит в эту Шенгенскую зону. Конечно, выше этого нам никогда не взять. Это все намечено было на 2014 год, но обстановка такая, что я просто усиленно, ежедневно стал молиться об этом. И у меня мысль пришла, делать надо сейчас. Завтра может быть поздно. Сейчас объявили Ямал с закрытой зоной. Как поднялись, это Путин это все сделал. Ямал, там 80 что ли процентов газа, что у нас получается, все там. Закрытая зона. Только по пропускам и прочее. Это теперь вообще изведение, как правительство вроде, только ли оно, я не разбираюсь в этом деле. Возмущение столько. А для меня это все равно, я бы туда не поехал. И там с чужим людям делать нечего, и делают, видимо, так и надо. Не надо обсуждать деяния правительства, которые нам не подсильны, ничего не дают. Ты просто помолись, Господи, если это неправильно, ты сделай так, чтобы было правильно. А просто стоять на пригорке и кричать, слюни по ветру пускать, это ничего не даст. Ты молись за царя и за начальствующих. Не злословь начальствующего. Вот и больше тебе ничего не надо будет. Нам, если вход туда будет открыт, куда мы думаем, мы исполнилось желание. Слово мечта это не христианское, но получается, что мы тоже мечтатели. Я еще раз напомню, кто не знает. Арестованы были Козлова, муж Александр и Людмила. У них, кажется, семеро детей было. Меньше бы две недели было. Детей всех отняли, их посадили по семь, что ли, лет. Их постоянно там в тюрьме просят подписать, что вас, по сути, осудили, вас правильно. И снаружи баптисты в Америке, ювенальная института, побуждают к этому. Я говорю, утешьте их, мы за вас молимся, они правильно поступили. Дождь, волосы, домой там не ночуют, что такое было. И они ее отстигали. Все отняли, абсолютно. Детей отняли, посадили. И что они там терпят? У меня не было дня, чтобы ночи, чтобы я о них не помнил. Ни разу. Я не баптист. А почему? Апостол Павел говорит, помните узников, ибо и вы сами в теле находитесь. Чтобы Бог дал им силы перенести, дал им свободу. Константин Юрьевич Душанов на свободе. Теперь о нем молимся, чтобы, Господи, дай ему доброго разума, чтобы он не сделал то, за что снова его могут посадить. Это очень активный боевой морской офицер. Умница из умниц. В прошлый раз я вам говорил про Невзорова. Слышали, говорил? Скажите, кто за него молится? Поднимите руки. Понимаете? Все. Александр обзвать. Отошло. Я вам говорил о Германе Стерлигове. Кто за него молится? Побольше. Два человека. Что, трудно его имя произнести? На это требуется две секунды всего. Две секунды. Это говорит уже не о беспечности, а о мертвом состоянии. Я вас просил молиться. Ну, не просил даже, а сказал. Я молюсь постоянно. Михаил Сергеевич Горбачев, пока он живой. Кто за него молится? Ну, тут побольше. Пять человек. Это уже года два назад. Как-то мы прочитали здесь о нравственности Людмилы Плет. Она непонятна, кто Баписка писать. Кто за нее молится? Столько же человек. Скажу, что с того времени, столько лет, у меня не было ни одной молитвы, ни дня. Молитвы. Чтобы я их не помнил, не перечислял. К нам приезжал режиссер. Карен Геворкян. Все. Он моей молитвы навсегда. Вот наша разница. Мы на разных этажах стоим. И если я спрашиваю, а сколько раз молишься? Я просто не скрываю это. Я люблю статистику. Вот позавчера, допустим, 18 раз становился на молитву. Одна молитва, это три святые, сто поклонов. Ну вот, начали, включи. У нас разный статус. И они тебе дороги. Они не просто дороги, я сросся с ними. Я ежедневно их поминаю многократно. Обрати их, Господь, это большие люди, большого ума. Но дай им веру твою святую, пока они живы. Да, конечно, что попало делать. А это тебе не дано судить. Нам дано не судить, а смиренно, смиренно, мудренно. Это главное качество. Ты смирись перед этим. Напоминаю, о Горбачеве я молюсь, а вы как хотите. А на следующий раз я спрашиваю, сейчас рука поднимется. Ну давайте, его зовут Михаил, я причисляю, Господи. Обрати их к вере. Михаила, Германа, Александра, Людмилу, Карена, Леонардо. Все, пять секунд. Ну это многократно ты упоминаешь. Это я молочу в ворота небесной отчизни, Господи. А он встал, я что-то не знаю, я уж как верующий стал. Недавно выступает Горбачев, я удивляюсь, какие он слова говорит. А внутри я понимаю. Я спрашивал, кто молился о возвращении из иммиграции Александра Александровича Солженица. Никого. Я ежедневно молился, делал печи бесплатно. Бабки давали деньги, я заставлял их своими руками около церкви подавать нищим, чтобы Александр вернулся домой. Мне нельзя было говорить о каком Александре. Александра ждем, не можем он никак вернуться. И он вернулся. Для тебя просто вернулся, а у меня по моей молитве. Я ежедневно молился о крушении советской власти. Ежедневно в храме везде и подавал. Ее нету. Для тебя Горбачев с Ерсен, а для меня молитва моя. Почему у меня такая уверенность в молитве? А почему получилось, как я молился? Я спрашиваю, кто молился об этом? Да и не знаю даже об этом. Я вас учу молиться. Ты сегодня должна пойти и молиться. Вот у ней дочь на неделю уже. Ничего скажу. Приезжала, он из Бельгии, принял крещение, не русский. Стал Георгием. Дочь Маргариты, я правильно сказал? И она говорит в 6 часов с вечером. Они улетают. Весь день я уже только их упоминаю перед Богом. Да они долетели. Для тебя просто долетели, а для меня по моей молитве долетели. Понимаете, у меня непрерывно радость, волна, благодарение Богу. Сладость такая, что ты слышишь, ты отвечаешь. Господи, слава тебе. Положи им добрые мысли, о чем бы они рассуждали. К ним людей добрых расположили, чтобы не ограбили их дорогой. Поняла? Поняла. Вот так. Ну и обо мне молиться. С ней плохо. Я, наверное, помираю, она говорит. Да плохо. Не помирай, я на молитву становлюсь. Тебе не помирять. Ну, спаси Господи, кто еще молился. Вот. Я сейчас себя не рада чувствую. Понятно? Спасибо Господи. Чтобы тебя искали. Искали как человека, который имеет связь с Богом. С Богом всемогущим. Да, на нас будут гонения, мы не скрываем этого. У нас будут опасности. У нас нет денег, нет машины. У нас нет переводчика. У нас нет переводчика, чтобы знавшим, хотя бы два европейских языка знал, не считая русский. И будет, откуда мне знать? Но я молюсь. Если бы это было раньше, я бы никого не искал. Моих знаний хватало, говорит, по-немецки, английский, французский. Я бы сам распорядился. Сегодня у меня ничего нет. Это 50 лет назад было. И сегодня я вопию к Богу. Господи, беден и нищ. Я не могу книги издать. У меня ничего нет. Для этой поездки нет. Я хочу, чтобы ваши сердца загорелись. Жертвуйте обильно. Берегите. И когда мы поедем, у нас чтобы было все. Если приходят к тебе дурные мысли, что мы куда-то истратим, не надо. У нас жертва должна быть святая, чистая, полнокровная. Еще маленькие-маленькие нюансы сюда. Иногда нам говорят, вот вы записываете, а у вас вот такое бывает, и там в интернете. Правильно, в интернете. И это будет в интернете. А что ты боишься? Перед Богом пишется памятная книга. Ты этого не боишься? И откроются книги, и судимы будут по написанному. А пишется все. Вот сейчас здесь ангелы и записывают. Слева демон тоже записывают. Умирает душа, показано было. И дьявол стоит перед ней, она уже едва дышит. А потом и живет. И дьявол листает. Тогда-то была, ходила, вот это желала, вот это выполняла, вот это брала, пила, скакала, смеялась. Смерть пришла, меня дома не нашла, я с товарками гулять ушла. Она нашла, и все записано. И она видела, как зашел в черной одежде, показывает. И вдруг комната, говорит, осветилась светом. И он говорит, подошедший, и говорит, все сказал, все. Он положил руку ему на эту писанину. Она покаялась, приняла кровь мою, отнял руку. Сатана смотрит, там ничего нет, голый лист. Кровь Христа все смыла. Это образно. Понятно? Не бойтесь этого. Не бойтесь, что где-то выставлено. Жириновский какой? И дерется, и матерится. И роликов у него полторы тысячи. Все абсолютно стоит. Выступает Димитрий, там где-то патриарха, за что клянут, убрали бы. Все стоит. В интернете мы можем смотреть. Это человек состоит. Не бойтесь, не умирайте от этого. У нас еще кое-что есть в запасе. У меня три материала есть, которые я не выставляю без разрешения людей, личная жизнь с которых связана. Но это на пользу. Если бы был тогда интернет, Давыд бы 50-й псалом озвучил, знаете как? Он бы рассказал, какая она красавица, подробности все. И написал 50-й псалом, самый популярный псалом, самая популярная песня во всем мире за тысячелетия. Чего он не боялся-то? Он не боялся сказать, как с чужой женой спал, как мужа убил. А через это, может быть, миллионы людей отошли от этого греха. Не бойтесь. Не бойтесь и не упрекайте. Я сказать, чтобы вреда почувствовал от того, что я говорил, и там записано все. Не почувствовал и не было мне вреда никакого ни разу. Любите Господа. Умейте каяться. Ищите смиренно мудрее. Смиренно мудрство. Это главные удары против сатаны. Аминь. Так, вопрос. Я о больных, а то мы не начали с этого собрания. Я хотела сказать, у нас Фрося в инфекционной лежит в больнице, в моторщиках. В четверг ее увезли. Могром считали. Мила Степановна, была дробот Фрося в больнице у нас лежит, чтобы знали, за кого молиться. Как Маргарита сломала руку вчера. Кто? Маргарита Зверева. Руку сломала. Вот скользко осторожнее, предупреждаю еще. Звонила Анна Исканская, если кто помнит, знает. Она у нас крестилась. Просила тоже очень наших молитв. Трудно ей там, тяжело воспитание своих чад. Ну, просила молиться. Звонила, разговаривала с Ниной из Осенников тоже. Она забрала этого священника к себе домой. Очень он ее просил. Сейчас ее постоянно просят у нее прощения. И все. И это очень мирно живут они. Мне, говорят, тяжело, конечно, сейчас за ним ухаживать. Она сама очень больной человек. И просила тоже наших молитв. Через неделю должны ее тоже на операцию положить. Но она еще дополнительно позвонит, наверное. Вот. Поэтому тоже за нее молиться. Это вот такие вот моменты наши. Так, я сейчас к этому сказать хочу. Вы, Надежда Васильевна, знаете, она там отремонтировала. Вы зайдите к ней и поговорите. Вам будет есть чему поучиться, как привещать гостей, когда приходят. Мы договаривались, никаких обедов. Но когда заканчивали, все равно приходилось как-то пообедать. Одно время я в Москве был. И встречи за встречами пошли везде. Москвичи с одного района на другой. Я приезжал когда. Ну, я не один, человек восемь приезжал. По всей Москве. И они там встречались когда. И друг друга спрашивали. А ты где живешь? Тот. Понравился вообще. Я где в Москве? В Москве? А в какой храм ходишь? Ищ его тут в другом. Да как, в одной Москве живем. Друг друга не знали. Приехал из Сибири. Лапкин, чтобы нас соединить здесь. И они сделали с друзьями. Я говорю, ничего не надо собирать. Только, ну, картошку. Они засмерили. Так у нас картошка самый дефицит, говорит. Поэтому простенько, чтобы было. Главное, это свет в твоих глазах. Это любовь. Не бойся, чтобы твои половички истопчут. Ну, ну, очень правильно разуваться, как у меня. Разувался, ногой переступил. Тапочек приобретите. Чтобы назначить дни какие. Мы собирались во вторник и в пятницу. И в воскресенье. На воскресенье у нас здесь занятия. Но два занятия должны быть в неделю. Так, Сергею Павловичу подойдите. И второй, значит, Киллеву. Вот Владимир Ильичу подойдите. Узнайте. Да. Можно я еще? Я буквально две минуты. Братья и сестры, я всех очень благодарю. Я болела. Ты сюда повернись. Я болела очень. Ну, тяжелое. У меня было состояние. Вот. Но я благодарю всех братьев и сестер, кто мне звонил, кто за меня молился. Потому что это все ощутимо. Если вы знали, как это важно, когда тебя любят, когда помнят. Поэтому, братья и сестры, я всех люблю. Я всех вас люблю. Вот. И еще хочу сказать, что Господь не зря укладывает нас. Не зря дает нам эти испытания. Чтобы мы, во-первых, научились терпению, смирению. Начали молиться. Вот. И самое главное, что мне вот в этой болезни мне очень многое Господь показал и открыл. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Во веки веков. Аминь. Я на это хочу ответить вам, вот, по-сестру. Знаете, я не священник. Мне руки не целуют. А все-таки приятно это. Понимаете? Когда человек выздоравливает, и когда она тебя видит, или какая-то беда, или там из секты кто-то приходит, он начинает итоги подбивать, и тебя где-то ловит, и целует. Ну, знаете, это бальзам на душу. Я незримо вам приношу благодарность, что вы благодарные такие люди. Это обязывает очень ко многому. У меня была дорога, ехали, библиотекари, когда, ну, полчаса общения всего, и выходят, сфотографируются, что нам видно было, какая библиотека. И на прощание еще обнимает, и, а, может, я вас поцелую? Это, знаете, на всю жизнь запоминается. Это означает, что душа приняла буквально все. Она несколько мест к описанию открыла. Это как раз то, что надо. Придет время, вы будете вот эти дни благости вспоминать. Как нам было хорошо, никогда не считаешься, что кто-то лишний здесь был. Ну, вот у нас были люди, которые ушли. Ну, ничего, вы молитесь. Жизнь еще продолжается. Где эти люди? Как? Чтобы они там не погибли. Они так ушли, да будь они, сохрани Бог. Они ищут лучше. Это их путь. Они избрали этот путь. Вот эта мать разрушила свою семью. У нее там дети против, против отца. Это ее путь. Ты только молись. Наступит сейчас пробуждение. Вспомните, братья Карамазы говорят, воссияет свет. И вот воссияет этот свет. А если не обратиться, ты ничего не потерял. У нас все время звучат проповеди Иоанна Златоуста. Это учитель покаяния. Как много он нам сюда ложит. И надо все время это помнить. И он добился чего? А то, что восстали на него епископы, восстали священники. Его свергли веревкой за шею и повлокли в ссылку. До ссылки до конца не дошел и умер. Это мученик Христов. Так он что добился-то? Знаете, ни про кого святых не написано. Когда показано было, святые где находятся. Такое видение было. И он там обошел, все на небе посмотрел. Говорит, а что же я не вижу здесь Иоанна Златоуста? Он так огорчился. И так что, выходит, правду его свергли тогда. Иоанна здесь говорит, нет. Его просто нет здесь. А где он есть? Он прямо перед престолом Триединого Бога. В тройственном неизреченном свете. Он один только там находится. Вот и все. Так это или не так? Но сами слова уже побуждают поревновать этому делу. Раньше времени, говорит, не суди. Вот маленькое, что ты услышал, начинай перерабатывать в себя. А как? Вот я Блюму посмотрел, сравнил все. И теперь уже не просто восхищать все им, а мне хочется о нем молиться. Скольких людей он в заблуждение-то ввел. Что вот это предательство церкви. Всех мучеников Христа ставят предателями. И вот горькие плоды сладкого плена Зои Крахмальникова, я туда его поместил. Он на первой странице на моем форуме. Посмотрите. Я содрогнулся. Это не может быть. Может быть. В конце концов душа перестает чувствовать. У нас одна сестра подошла к священнику и говорит, ну вот в это дело ежедневно там проворачиваете. Ну как вы можете не видеть, что люди-то голодные? Он говорит, ко всему привыкаешь. И об этом отец Дмитрий Смирнов и говорит. Он говорит, вера-то никакой в людях нету. Вообще ее нету никакой. Ходим, что-то делаем, толкемся. А для Бога ничего это не надо. Где сердце твое? Где любовь твоя? Ты уходишь не почему-то. Тебе это постыло, что здесь. И ты удираешь. Я разговаривал с отделенными баптистами. Я говорю, ну как вот, когда вам не давали. Говорит, отецное помещение было. У нас, говорит, выходили, говорит. От пота можно было так рукава, от пот вы как будто стирали. Вот и все. Я пришел на отделенных. Это было северо-западное 144. И один какой-то приезжий из них, проповедник, как они называют брат. И он говорит, вот сзади у костюма вот эти вот сюда, ну разрезаны. Зашейте все. Когда арестовывает, говорит, ложиться будешь, у тебя спина будет попадать на шконку. И ты простудишь позвоночник. А я-то в дверях стою православным. Я пришел домой, все костюмы зашил. Проходит время, меня арестовали. Как я благодарен ему, но его имени я не знаю. В моей жизни не было ни одного совета, который я краем уха слышал, чтобы я на него не отреагировал. Я обязательно старался исследовать до конца, прав он или не прав. И скорее к себе вмонтировал. Мне все сгодилось, что говорили люди не нашего круга. Старайтесь изничтоженно здесь полезно. И Господь сделает, как твои уста. А не так, что лежу, уже одевшись заходят. Минутка, их нету. Все, вымерюсь. Половины уже нету. Даже сегодня. Будет момент, когда ты поищешь. А если тебе все равно, тогда с повестки вопрос снят. Благодарим Бога. Можно объявление сделать? Давайте. Настя Дробот сказала, помните, она говорила, что им там дом какой-то кто-то обещал. Вот, в общем, очень недорого, что-то за 20 тысяч сруб, но только его переносите целиком туда, к ним, на участок. Но 20 тысяч это вообще не деньги для сруба деревянного, нового. Помолимся, и кто может, пожалуйста, вот коробочка, пожертвуйте. Многих нет, и я еще в следующий день сделала объявление, чтобы половина ушли. Вчера надо будет. И еще минутку, мама моя Надежда в больнице, помолитесь. Достойно. Но сломайся, 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 блажить и тя Богородицу, Христа блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И сломайся, без сравнения, Серафим, Мерзость, средняя Бога, Слово родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи Божий, Отец Небесный, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, Не допусти, чтобы кто из нас оказался опоздавшим или погибшим. Благослови узников за слово Тое томящихся Александра, Ведьмилу невидимых нам страдальцев, и выведи их на свободу. Мы просим Тебя, Господи, помоги нам и в издании книг, если угодно Тебе. И все необходимое для благовестия пошли нам, И нужных помощников, советников даруй нам, С нужными знаниями, смиренных, кротких, знающих Слово Твое. Научи нас быть ближе друг к другу, Искать общение друг с другом во имя Твое, И чтобы все наше время было посвящено познанию Тебя, Господа Бога нашего. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. День ангела, аминь. Многое лето. Давайте поем. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето. Я обычно говорю, люди должны соответствовать своему имени, А вам я не советую. Нина означает сонная. Так что не будьте сонны. Будьте бодрыми. А бодрое это означает живое, как Валерия. Боже, Валерия. Бодрое это означает живое, как и радуется с подозрение. Спасибо.